Внешний вид и внутреннее устройство советских автобусов не критиковал, наверное, только ленивый. Сегодня вспомним необычные автобусы, которые появились в период с 1990-го по начало 2000-х годов. Сильно вдаваться в технические детали не буду, достаточно просто дизайна. Даже по этой части некоторые автобусы из лихих годов могли вполне конкурировать по странному облику с самыми нелепыми советскими автобусами. Когда страна рухнула, советским предприятиям пришлось придумывать, что делать, чтобы остаться на плаву и не обанкротиться. Таким образом, на Голицынском автобусном заводе в 1994 году решили применить имеющийся богатый опыт и собрали гибрид, взяв капотное шасси от ZIL 534332 с дизельным ярославским двигателем и поставили на это свой кузов. В результате родился на свет Галас 4242. За свой грозный вид автобус получил прозвище «Годзилла». Несмотря на то, что до 2002 года на предприятии было собрано всего приблизительно 150 подобных автобусов, это позволило заводу продержаться в трудные времена. Вообще, если спросить, какой автобус начала 90-х получился самым страшным и нелепым, у многих всплывет в памяти Альтерна 4215. Собрали его специалисты бывшего НТЦ ЛиАС. В итоге их первое самостоятельное творение получилось очень запоминающимся, да вот беда, желающих на нем поработать было немного. Кстати, в 1993 году инженеры пытались скрестить шасси от ZIL 133 ГИА с кузовом от ЛиАС 677М. Автобус даже показали на конкурсе от фирмы Альтерна, но выпускать гибрид на трехосном шасси в результате не стали. А какие нелепые и странные автобусы отечественного производства попадались вам на дорогах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова